Чистая вода в кранах Хабаровчан и бесперебойное отведение канализационных стоков – работа муниципального предприятия «Водоканал». Чтобы обеспечивать жителей ресурсом в полном объёме, специалисты трудятся 24 часа 7 дней в неделю. Ночь на ночь не приходится, говорит мастер цеха водоотведения. Бывает спокойно, а бывает до 25 срочных обращений. Сейчас у меня ноль заявок. Одна заявка переходящая есть. Это по авиагородку. Прошёл дождь, слишком много осадков, то есть канализационная сеть наполняется. Ну и в принципе всё. Станция сейчас стоки перекачивает. Часа через два ситуация нормализуется. Чаще всего в 73% случаев авария на канализационных сетях случается из-за засоров, которые устраивают сами хабаровчане. И лишь 3% неполадок связано с износом оборудования. Самая горячая пора у специалистов цеха водоотведения – конец лета, начало осени, когда хозяйки начинают делать заготовки на зиму. Как правило, куда все вот эти вот обрезки, шкурки они девают, они девают это в унитаз. Что в принципе категорически запрещено, но тем не менее, вот вы делаете уделённые глаза, но это так. И это является как раз частью вот этих 73%, которые у нас создают вот это вот количество засоров. Люди используют унитаз не по назначению, а считают, что это мусоропровод. В Хабаровске работает 58 канализационных насосных станций, 54 из них в автоматическом режиме. Они перехватывают самотечные стойки с разных районов города и перенаправляют их в сторону головных очистных сооружений. Страшно подумать, во что превратились бы улицы, если бы хоть одна КНС перестала работать из-за аварии. Таких случаев, конечно, не было, но если гипотетически их представить, то все самотечные сети в границах железнодорожного центрального и Кировского района встанут на подпор и в оконцовке выльются на рельеф. То есть 50-60 тысяч стоков потечёт по нашим улицам, в том числе в подвалы, в квартиры и так далее. Иногда водоканалу приходится работать по ночам, чтобы минимизировать отключение жилых домов и ускорить подачу воды потребителям. Прошлой ночью мы силами аварийной бригады ночной выполнили кратковременное закрытие ночью. Этой же ночью установили дополнительно запорную арматуру, врезали её в колодцы максимально близко к месту повреждения и восстановили водоснабжение к утру. Следующий участок проведения ночных работ – новый микрорайон Хабаровска улица Бондаря. Построенные многоэтажки необходимо быстро подключить к централизованной системе водоснабжения, чтобы не ставить под нагрузку гидравлический режим всего города. Мы видим участок старого трубопровода, который был демонтирован и на его место осуществляется сейчас врезка нового узла для подключения микрорайона. Новая труба имеет диаметр 500 миллиметров. Этот диаметр был рассчитан исходя из тех параметров, которые были необходимы для обеспечения водой данного жиломассива. Вся информация об авариях и других проблемных моментах концентрируется в Центральной диспетчерской службе водоканала. Она тоже работает круглосуточно. Сообщить об отсутствии или некачественно предоставленной услуги можно по телефону 70 47 30 или позвонив по телефону единой диспетчерской города 004. Наталья Чернышева, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Субтитры создавал DimaTorzok